Рыбак тоже нашел, засыпил его спиннингом. 13-летнего парня из воды вытащил любитель рыбной ловли. На берегу реки Мензеля, по словам Виктора Собашникова, часто собираются мальчишки. Вот и погибший подросток в тот день приехал сюда с 17-летним другом. Последний домой вернулся один. Мальчик-то утонул. Я так мелько, меня парень рассказывал, он где-то там с моста упал, он деревянский. На рыбалку подросток ушел 14 сентября около 11 утра. Вечером домой не вернулся. Кинологи, спасатели и волонтеры прочесали 30 километров акватории реки Мензеля. Труп обнаружили только через неделю в 300 метрах от места, где его оставил приятель. В доме, где жил мальчик, сегодня пусто. Подростка хоронят в набережных Челнах из Автограда в Мензелинск. Его семья приехала около двух лет назад. По словам соседей, они жили тихо и ни с кем особо не общались. По телефону дедушка погибшего нам сообщил, что отец особо судьбой сына не интересовался. Поэтому он вместе с бабушкой забрал внука к себе на воспитание. Они в церковь, из церкви домой, в церковь, из церкви домой. Все, больше мы их не видели и не слышали. Они божественные. Вот они утром уходят, целый день закрыты, вечером приходят. Все. Помимо места жительства, подросток сменил и учебное заведение. В этом году, в седьмой класс, он пошел в кадетскую школу. Толком не успел познакомиться с ребятами, ведь проучился всего несколько дней. В последний раз товарищи его видели полторы недели назад. Сказали, что на рыбалку пошел за каким-то Тимуром. Славиком? Нет, еще говорили Тимуром каким-то. Ну, а потом пропал. Потом я утром только узнал. Ну, на следующий день, в понедельник, когда в школу пошел, мне бабушка сказала. Свидетели утверждают, что видели пропавшего живым 16 сентября. А там, где ребята удили рыбу, берег пологий и дно не обрывистое. Поэтому сорваться в воду и утонуть подросток не мог, считают его знакомые. Пока точка в этом деле не поставлена. На сегодняшний день, пока информации у нас нету, что произошло, он с этой экспертизой потом объяснит, сделает экспертизу и скажет, что произошло в действительности. Либо он утонул, либо какой-то криминал. Анастасия Елисеева, Петр Греков, эфир 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова